Это как раз уровень зрелости музыканта, когда он созревает, выходя за рамки любых стилей. Меня Игорь Бриль даже отпустил с госэкзамена в Несенке ради того, чтобы я поехал в тур с Арсеналом. Арсенал — это моя вообще самая большая музыкальная и жизненная школа. У меня всё на стыке, у меня всё на стыке, потому что для меня самый интересный этот симбиоз жанров. В мире, наверное, нет ни одного джазового клуба, у которого есть четыре сцены. Мы взяли за основу, что главное — чтобы у нас звучало подлинное искусство. Изначально вообще моя цель была создать площадку для таких музыкантов, как Дмитрий Лугдин, Аня Королёва, Антон Горбунов и так далее. Для людей, у которых не было дома своего, не было площадки, где они могли играть свою музыку. В Москве мне удалось в страшные 90-е поработать в палатке на Арбате, продавая компакт-диски. Скотт Хендерсон сказал, это лучший клуб «Бера». Всем добрый день, это «Музыкальный салон». Огромный привет утреннему шоу. У нас сегодня просто какое-то праздничное настроение и состояние прямо с самого утра. Но и поздравлений в мае оказывается очень много. Сегодня у нас роскошная музыка в эфире. Потрясающие люди, очень содержательные. Уверяю вас, уважаемые радиослушатели, сегодня Игорь Сандлер будет удивлять нас гостями. Ну и очень здорово видеть «Красные диваны» вновь в эфире. Это «Музыкальный салон», автор идеи «Серж Лофти». Игорь Сандлер, я тебя приветствую. Сегодня привет Америке, доброе утро, вернее, Америка, добрый вечер, Москва, Россия. И, конечно, сегодня солнечный прекрасный день. Только потому, что сегодня у нашей дорогой Юлии день рождения. Юлечка, поздравляю. Большое вам спасибо. Happy birthday to you. Большое спасибо и всех именинников этого дня, и вообще майских. Мы поздравляем просто. И, знаете, я так понимаю, что нам всем очень повезло. Потому что если такие музыканты в эфире, если такие люди в эфире, если так интересно, можно и содержательно разговаривать, да и у нас тут утреннее шоу замечательно и содержательно задает сразу тон всему дню. Спасибо большое. Будем здороваться с гостями. Игорь, спасибо за поздравление. Да, Юлечка, еще раз с днем рождения. И сегодня тебе посвящается наш эфир. Поэтому я сегодня пригласил... Ну, а кому еще? Ну, поэтому я сегодня пригласил в гости моих старых добрых друзей, с которыми у нас громадное, серьезное дело. Я косвенно к этому имел отношение. Да и имею, потому что душа моя всегда в Козлов Клаб. Клаб – это лучший в мире, не побоюсь этого слова, джазовый клуб по версии портала All About Jazz в 2019 году. Ну и клуб продолжает нас радовать потрясающими джазовыми концертами. И не только джазовыми. Любая прогрессивная музыка звучит на сценах этого легендарного, уже не побоюсь этого слова, клуба. И, конечно, сегодня я пригласил к нам в гости Арайка, арт-директора клуба, и Диму, директора клуба, как такового. Сейчас они расскажут. Фонда, фонда. Извиняюсь, да, директор фонда. Ну, фонд родился у нас давным-давно, еще в нулевые года. И маленькая предыстория. У меня друг такой был, Сергей Халин, ну и есть. И он мечтал всегда познакомиться с Алексеем Козловым, потому что Халин очень любил прогрессив рок. И мы на этой волне с ним сильно сошлись. Мы слушали часами, годами этот прогрессив, радовали друг друга новинками. Он меня удивлял какими-то новыми треками и новыми группами. Я его. И в один момент вот он говорит, а можно познакомиться с Алексеем Козловым, с которым мы дружим уже с 1977 года. Уже 46 лет практически. Когда я в составе группы «Интеграла» работал, и Козлов в составе «Арсенала». Мы в Калуге встретились, и друг к другу на концерты пришли. Как раз вечера были свободны. Козлова офигел от группы «Интеграл». Мы грандиозное шоу тогда делали. А мы офигели от группы «Арсенала», потому что джаз-рок тогда они играли нереальный. Причем Джейс Храйс, там «Blood Sweet and Tears» там уникальные были фрагменты этих культовых групп. И мне близко было еще потому, что клавишник там был Слава Горский, тоже мой близкий друг, с которым мы 5 лет он в «Арсенале» им интеграли в одни и те же года. Потом он ушел в 82-м году, сделал группу «Квадр», а я сделал группу «Индекс». И вот так с тех пор мы с Козловым дружим. И я познакомил Сергея с Козловым, и появилась идея создать фонд сначала, а в «Артбит» мы втроем вошли. Потом уже «Артбит» перерос в новый фонд. Ну и, безусловно, «Арайк» внес свой неоценимый вклад в то, чтобы клуб получил такое развитие. И это действительно дорогого стоит. Это история, которая, я уверен, войдет в века, не побоюсь этого слова, потому что джаз в России ассоциируется вот именно с клубом Алексея Козловым. В моем понимании, да, у Игоря Бутмара свои истории, но вот такой фундаментальный глубокий джаз – это, безусловно, клуб Алексея Козлова. Я выпулил все, что знал. Спасибо, Игорь. Что же ты оставил нам? Нет, я много чего еще оставил. Я шучу. Мне выпуливать долго надо. Ладно, теперь я там… Просто эти атмосферы, которые там вдруг сразу настигают и обрушиваются, даже непонятно, кого благодарить. Сегодня будем делиться атмосферными явлениями. И, конечно же, то, как ты называешь, ну, наверное, сыпешь, да, группами, именами, насколько это все сразу уносит ассоциативно в то советское еще время, когда все были вместе. Это не из серии «Щи кислее, трава зеленее», это из серии «Цвета и неба» одного на всех, мирного. И спасибо музыке, которая действительно объединяет, как ты и говорил. Сейчас у нас есть сразу же такая обязанность уйти на рекламу. Вернемся через пару минут и обещаем вам, дорогие радиослушатели, много музыки. И если в кадре есть клавиши, то это совершенно точно. Значит, вы звучите, живая музыка. Значит, рубрика «Рояль в кустах» у нас работает, да? Ну, в данном случае не «Рояль в кустах», а клавиши в студии. Так, мы приветствуем гостей, все-таки должны получить еще до рекламы. Здравствуйте. Еще раз, чтобы все... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение. А с чем у вас связано ощущение Нью-Йорка? Я могу про себя сказать. А ну-ка, Дима, давай. Военные тайны, давай. Прямо вот только чуть-чуть, да, так, чтобы облачко проснуться. Ой, для меня это прекрасное, лучшее воспоминание, потому что город Нью-Йорк связан с моим самым первым заграничным туром в составе ансамбля «Арсенал» с Алексеем Козловым. Год? В 2000 году. Ровно 23 года назад. Города какие там были? Мы приехали, мы прилетели в Чикаго и все восточное побережье и проехали на автобусы до Нью-Йорка. Сколько концертов было? У нас было, по-моему, 6 или 7 городов и концертов. Солдаут или не очень? Я не помню уже, честно говоря. Залы небольшие были, но прием был очень прекрасный. И, в общем, мне было 22 или 23 года. Меня Игорь Бриль даже отпустил с госэкзамена в Гнесенке ради того, чтобы я поехал в тур с «Арсеналом». Как это интересно. Игорь Бриль, по-моему, тоже учитель, Игорь Бриль, да. Нет, ну подождите, если 22 года было и 10 лет вместе, вы же просто росли, взрослели вместе с такими потрясающими событиями, да, с Алексеем Семеновичем? «Козлов» — это мой учитель, конечно. «Арсенал» — это моя вообще самая большая музыкальная и жизненная школа, я бы сказал. Ну а потом у вас еще дуэтный альбом, же переосмысленная классика, да? Совершенно верно, да. Это уже после «Арсенала», когда я уже начал больше... Меня потянуло больше все-таки в акустическое фортепиано, но с «Козлом» мы продолжаем и сейчас общаться, и играть. И вот после «Арсенала» мы с ним записали совершенно такой камерный дуэтный альбом, переосмысленная классика, где Алексей Семенович всегда... Вообще, самое интересное у меня «Козлов» больше, как никто, развернул к академической музыке, чем любой другой учитель, потому что вот именно «Козлов» мне всегда помогал вообще музыку понимать, осознавать и воспринимать. И вот с ним мы записали альбом именно «Наши переложения академических мелодий». Потрясающе! Спасибо огромное! А еще хочу сказать спасибо тому самому человеку, который, насколько я понимаю, не один, а в партнерстве Игорь Сандлер тоже там был, создал вот то самое атмосферное явление, атмосферное место – это клуб Алексея Козлова. А, Райк, доброе утро! А не побоюсь сказать доброе утро, хотя мы движемся к полудню. Ну и, наверное, очень важно ассоциации ваши еще с Нью-Йорком, чтобы мы продолжили разговор сразу с тем, что... Ну, у меня ассоциации музыкальные. Я не был в Нью-Йорке, но для меня Нью-Йорк – это некий такой центр, наверное, моей любимой музыки, как и Лос-Анджелес, да, это два полюса. Это мои любимые музыки. И сразу в душе, сразу есть ощущения и от того, и от другого города, да, они различные, но очень теплые, близкие и так далее. И 60-е, 70-е годы, конечно, вот ассоциации всегда Нью-Йорк. Наверное, это лучшее время было. У меня много друзей в Нью-Йорке, которые говорят, Нью-Йорк уже не тот, но я понимаю, что они вспоминают, да, они вспоминают как раз, да, когда трава была зеленее. И небо голубее. Юля, скажи, а вот ты в Нью-Йорке живешь, Нью-Йорк тот или уже не тот, в твоей ощущении? Тот, тот. Вы знаете, когда была время пандемии, сейчас скажу, тот в любом случае тот, потому что столько драйва, столько значимости, как в Нью-Йорке сложно найти. Когда была пандемия, время, многие отчаивались, особенно мигранты, потому как было совершенно непонятно, как же из этого всего можно вырулить опять, можно вырулить в жизнь. И вот это ощущение от огромного Нью-Йорка было абсолютно стойким и единственным, что этот город выстоит и другим тоже как бы поможет и руку протянет. Это действительно было так. Так что вот сейчас все, спасибо большое всей ситуации, людям здесь, небу, ну и, конечно, музыке, потому как без вдохновения, без всего того, без той составляющей, которой мы здесь в музыкальном салоне говорим, этого всего бы просто, наверное, не случилось. Мы продолжаем музыкальные атмосферные явления сегодня. Да, это мае, это время творчества, время любви, время музыки, и мы встречаемся с потрясающими, уникальными музыкантами, которые ведут нас по этому лабиринту, наверное, ощущений музыкальных. Это невероятный джазовый музыкант Дмитрий Илугдин и Арайка Копян. Мы говорим о... Можно я обозначу, да, что гитара? Да, ведь если она в жизни была, да. Была, да. Я помню, Арайка с гитарой, я помню. Клавиши стоят, потому как Дмитрий Илугдин, ну, это пианист, композитор, и он как раз и директор фонда Алексея Козлова. И вот говорим мы о музыке, о созидании. Да, конечно, многие времена, как вы понимаете, мы проживаем разные, но музыка помогает все это пережить. Поэтому спасибо вам огромное за то наполнение, которое вы здесь делаете. И если ставят клавиш, то, конечно, в приоритете, чтобы звучала живая музыка. Поэтому, Дмитрий, если такой канат-бланш может быть, это будет просто роскошно. Так, Рояль, в кусок тебя ждет. Я готов, с удовольствием. С удовольствием сыграю пьесу, которая вошла в состав моего последнего альбома Илугдин-трио. Там есть для меня мелодия, которую я написал по... Я всегда говорю о ней, что она написана по воспоминаниям моего раннего детства. Которое прошло в очень красивых местах, в Прибалтике. Места, которые, к сожалению, я тоже сейчас не могу посетить и очень скучаю по этому. Но, тем не менее, вот когда мне уже было достаточно приличное лет, я написал пьесу, именно в которой как бы окунулся в атмосферу своего детства прибалтийского. И эта композиция называется «Море там». А трио еще кто? У меня играет Михаил Дмитриев на контрабасе и Петр Ившин на барабанах. Это классическая фортепианная трио. Но сейчас я сыграл. А Виктор Шестак же был, да, еще когда-то? Да, совершенно верно. Виктор Шестак сейчас живет в другой стране. Поэтому, к сожалению, сейчас я уже с ним могу только общаться по скайпу. Мы это устроим. Хорошо, спасибо. Спасибо, живая музыка, музыкальном салоне. Как это здорово. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 А академическая музыка, это же вот сейчас мы говорили о джазе, ну, хорошо, я могу как-то с самой искренней любовью сейчас объяснить себе, что это были проявления академического джаза, но у меня не получилось это все равно сложить. Это действительно классическая музыка сейчас прозвучала. Это не было... Ну, у меня все на стыке, у меня все на стыке, потому что для меня самый интересный этот симбиоз жанров, потому что все-таки я вырос на классической музыке, но получил джазовое образование. И вот когда мне исполнилось где-то 33-35 лет, я понял, что вот эту любовь надо совмещать в себе. И, кстати, Козлов меня, в принципе, всегда учил именно относиться к этому. Ну и границы размытые. Размытые ты уже не понимаешь часто, где вот эта граница. Юль, ты же помнишь, у нас на эфире был и Юрий Розум, и Данил Крамер. И Крамер как раз, он тоже самое, он играет и классику, и джаз. Ну, потрясающе великолепный имя. Вот эта граница, правильно, Райка говорит, размытая. И переходы из джаза в классику, ты уже теряешься где что. Но для этого и есть профессиональнейшие люди, которые тебя просто окунают в этот мир, и уже не важно, в каком жанре ты играешь. Это уже не имеет значения. Главное, что волшебство и таинство звуков, оно проникает в тебя и забирает тебя с собой в другие миры. Это абсолютно точно. Это самое главное. Это как раз уровень зрелости музыканта, когда он созревает, выходя за рамки любых стилей, потому что, ну, вот всегда вспомни нас в молодости, да, мы рокеры или там что-то, да. Дальше ты понимаешь, да, ты понимаешь, что... А сейчас уже мир без границ существует. Конечно, и музыка абсолютно безгранична. Безжанровая. Это вообще, мне кажется, свойство нашего времени, потому что все настолько друг к другу взаимопроникает, и искусство никуда не может от этого уйти, потому что все связано. Видео, фото, арт, изображение, все стили музыки. Просто сейчас есть все возможности для вот этих неимоверных коктейлей. Вопрос только твоего вкуса и таланта. Ой, вы знаете, как раз сейчас такое четкое определение. Также в школах говорят о межпредметных коммуникациях. Вот если бы они рамки еще раздвинули, чтобы можно было быть так, как в джазе, да, без границ, чтобы вот эти все проникновения друг в друга действительно формировали. Коктейль без потолка и без границ. Вот это было бы здорово, да. Не надо рамок, не нужно каких-то насаждений истинными, а вот именно ощущения и творения, как вы это делали. Действительно, вот визуально, да, все это проникает сразу. Как по сюжету. А где это можно услышать, то, что вы сейчас сотворили? Вы знаете, моя музыка вся есть во всех стриминг-плаформах. Все мои альбомы лежат во всех сервисах. У меня есть, естественно, мой YouTube-канал. У меня есть мой сайт ilukdin.ru. Там есть вся моя музыка. Пожалуйста, все открыто. Спасибо. То есть ты не шифруешься, не маскируешься, не прячешься, нет. Нет, я ни от кого не шифруюсь абсолютно. Молодец. Нет, на самом деле, такая музыка должна быть максимально доступной, и максимально ее надо в массы. Как говорят, деньги в массы, деньги в конце, культура в массы. Да. Ну, у тебя надо музыку. Игорь, ну куда же ты ее свернул? Юля, ну я не могу без шуток, прибауток, да. Я не могу, я такой человек. Дмитрий Лугдин. Вот я просто еще хочу обратить внимание радиослушателей. Если вы вот хотите найти эту музыку, которая сейчас звучала в эфире, и, конечно же, я еще сейчас, если можно, посвечу уже трио, да, одной вещью всем, да, чтобы вот уже можно было совершенно точно понять, куда смотреть и что делать, если вдруг хочется вот этого внутреннего кинематографического ощущения. Могу? Да, чуть-чуть прям. Ну, конечно, ну, Дима еще поиграет у нас живьем, Юля, сегодня, так что у него несколько кустов. Хорошо, я тогда вот прям на минуточку выведу, потом мы приглушим, да, и на этом фоне будем говорить. Да, так, посмотрим, что это, чтобы вы представили, чтобы вы сказали, о чем это, как это. Это трио уже. А уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так роскошно это звучит. Это трио Дмитрия Лугдина, Михаил Дмитриев, Петр Ившин и Дмитрий Лугдин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, красиво, совсем. Можно о том, что это и где это искать? С альбома Reflection, и это все есть в интернете. Ну, у вас есть еще официальный сайт, собственно, да? Конечно, елугдин.ру, и там вся музыка тоже лежит. Так, Дима, ну, давай. Да, да, я думала, что вот еще пару минут прям можно о том, когда вышел этот альбом, чтобы сразу год обозначить, да? Ну, и вспомнить что-то такое. Reflection вышел в 2020... Нет, 2017... 19-е годы. Я просто положил руку под плечо Арайку, потому что Арайк лучше помнит всю мою географию. Нет, для меня вообще все альбомы Димы, это тоже жизненные такие эпохи. Ты фанат его, да? Абсолютные, да. Не, Арайк это... Сколько у него альбомов всего? Ну, вот сейчас четыре, да? Четыре, да, и мы готовим пятый, да. Сейчас пятый, с оркестром будет пятый альбом. Арайк продюсирует. А что значит продюсирует? Как участник лейбла, джазист, конечно, принимает огромную часть. То есть сначала был лейбл Artbeat, как раз, да, на котором выпущены первые два альбома Димы, а потом вторые два уже выпущены. Да, у меня первые два есть в Войну в Artbeat. А вторые два на джазисте как раз. Я просто хочу уточнить, подвести, что в 2019 году американский джазовый портал All About Jazz, именно этим порталом клуб Алексея Козлова был назван лучшим джаз-клубом мира. Это можно посмотреть во всех информациях и также для того, чтобы связать то, что мы сейчас слышим, вот Дмитрий Лугдин – это человек, который имеет прямое отношение к этому клубу. И вот эта музыка, и вот этот уровень этого клуба тоже определяет. Смотрите, как все сразу подтверждается, и никаких вопросов нет, да, что там, почему мировое, почему это признано людьми. А вот потому что вот это как звучит, и вот как это действительно есть уровнево. Спасибо большое. Да, сейчас мы прям вот прервемся опять на пару минут на рекламу, и сразу же вернемся в студию. Гости у нас сегодня в музыкальном салуне Дмитрий Илугдин. И совершенно потрясающий человек, который имеет прямое отношение к тому самому клубу Алексея Козлова «Райк». Это программа «Музыкальный салун». Говорим сегодня с джазовыми музыкантами, резидентами и людьми, которые создали клуб Алексея Козлова. Это Дмитрий Илугдин, и как раз звучал в эфире его трио, и музыкант, и совершенно, наверное, значимый для джаза человек Райка Копян. Вот так я сказала, да? Ну, пусть будет криво, значимый для джаза. Но вашу значимость сложно преуменьшить. Пусть будет так, правда? Игорь, поправь меня. Да не, Юля, а нечего поправить, потому что так и есть, как говорится, все, как сказала, так и есть. Именно значимый для джаза России и отчасти, и мира, это, безусловно, Райка Копян. Я же солилась по цвету с этими диванами. Вот, Игорь, он настолько тонко чувствует музыкантов, группы, ситуацию, джаз, и он так точно подбирает лайнап, так точно формирует программы, которые расписаны на много месяцев вперед, что просто в клубе всегда праздник. Я абсолютно согласен. Об этом мы поговорим чуть попозже. Сейчас мы Диму отпустим. Дима, а сейчас, пожалуйста, к роялю своему в кустах. И что ты сейчас нам сыграешь? С удовольствием сыграю еще одну мелодию. Ну, вот раз Юлия поставила сейчас достаточно динамичную пьесу нашего трио, пользуясь, что я один тут на инструменте, я сыграю еще одну лирическую мелодию. Ее, как ни странно, очень часто просят играть на наших концертах. Я ее написал несколько лет назад и посвятил одному городу, который мне очень нравится. И вначале я всегда рассказывал, какому городу посвящена эта мелодия. И однажды просто забыл и перестал этого делать. И была потрясающая, вы знаете, реакция. Каждый человек, ну не каждый, кто-то, многие люди, зрители подходили после концерта и каждый называл совершенно разные города, которые у них приходили ассоциации. И я понял, как прекрасно. Я никогда больше не буду рассказывать, про какой город я написал эту мелодию. И вообще вся сила искусства, особенно музыкального искусства, наверное, я не говорю про свою музыку как искусство, я просто говорю в общем, что это, наверное, самое абстрактное все-таки и какая-то вот история образная. И каждый человек вот в силу своей фантазии может представить вот что-то ему близкое. И мне это очень нравится, если вот моя музыка рождает какие-то вот такие внутренние ассоциации. А композиция называется «Старый город». Давай, «Старый город», а ты динамичная музыка назвал. У меня почему-то сразу вспомнилась энергичный танец в фильме «Авфоне», да? Но сейчас будет спокойное. Музыка «Старый город» Музыка «Старый город» Музыка «Старый город» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, 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 нет Абстрактно, да? Я неделю назад был в Иерусалиме как раз, да, это действительно там фантастика, нам окунаешься Так что оттуда вынырнуть трудно потом Да Оттуда уезжаешь, но душа еще там находится долгое время Это уникальный город, точно Супер, Дима, спасибо, спасибо за твое творчество А можно еще чуть-чуть пробежаться по альбомам, которые нужно, конечно же, найти, потому что я знаю, что здесь люди, которые ценят джаз, любят джаз А если это еще и наши, которые, да, вот все равно же, так или иначе, менталитет и все то, что нас роднит, независимо от географической точки, все это в резонансе находится, чтобы вот мы нашли, да, альбомы Вот, например, с Олегом Киреевым тоже был проект, по-моему, да, у вас? Да, мы играли вместе, совместно, да Ну, обозначьте, пожалуйста, что искать, чтобы мы его сценили Вы знаете, я боюсь, сейчас не вспомню название альбома, потому что это все-таки творчество Олега, и я боюсь наврать название, но это легко ищется, Дмитрий Лугдин и Олег Киреев, у нас были совместные записи Он тоже был у нас в музыкальном салоне, поэтому мы обязательно найдем Да, нет, я очень люблю Олега, и мы с ним иногда сейчас созваниваемся, он в Европе, и он приезжал, мы с ним даже помузицировали, и лет 10-15 назад у нас очень много было совместного Спасибо огромное за то, что вы делаете, за то, что действительно поднимаете все лучшее, все самое, и через такие погружения в себя Дмитрий Илугдин, а вот за ним, можно идти за его музыкой Зайдите, пожалуйста, на сайт к Дмитрию Илугдину, трио Дмитрия Илугдина, просто можно набрать в любом поисковике, и посмотрите Михаил Дмитриев, Петр Ившин, вы же значимые музыканты, о каждом можно говорить много, но еще раз очень благодарю вас Игорь, а какие планы, вы будете что-то делать на Сандлерфесте, на джазовой сцене, или каким образом что-то там пытаешься сейчас придумать? В этом году у меня уже подтвердили, будет выступать, ну я пару слов скажу, мы делаем большой проект уже второй год «Русская классика», но в том году мы делали «Русская классика» в «Роке», лучшие солисты, там Большой театр, Маринка, Гелико, Нокпера, Которая Ласкало, Лондон, Нью-Йорк, Париж выступали, пели классику, там Чайковский, Глинка, Мусоргский, Доргомышский, Прокофьев, Шестакович, но в «Рок-аранжировках» В этом году я делаю «Русская классика» в «Роке», в джазе, в хип-хопе и в электронной музыке И вот в джазе уже мы, у нас будет выступать и Алексей Семенович Козлов, у него он Бородина играет, у него несколько композиций, именно классика в «Роке», Олег Бутман Плоевские пляски Да, 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 и много кто еще, и вот с Зимой мы пока еще не поговорили, но наверняка с Зимой мы договоримся, он тоже поиграет классику именно в джазовых интерпретациях Потому что это как раз в этом году 150 лет Рахманинова, 150 лет Шаляпина, и мы в этом году, конечно, Рахманинова будем делать акценты Очень много Рахманинова, у него три оперы, и очень много уже мы учим с оркестрами, с большими, с солистами большого В разных стилях, чтобы говорить с молодежью на их языке И вот джаз как раз, Дима, у нас, мы потом оговорим какие-то композиции, и я думаю, импровизации такие сделаем Так что, welcome на Sandler Fest, 20 августа, 23-й год, ВДНХ, место встречи, извините Пусть все будет благополучно, пусть... Да, дай Бог, чтобы... К свету... Миру мир, да Да, конечно, спасибо за музыку, и я даже не знаю, может быть, еще буквально несколько каких-то музыкальных фраз можно Потому что живье, если Дмитрий уходит, Дмитрий Лугдин, и мы его уже не поймаем Дмитрий, можно еще какую-то вашу, может быть, любимую там фреску, зарисовку, музыкальный салон сегодня Вот в таком живом звуке, до мурашек А на что настраиваемся? Музыка а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно, очень хотелось бы, чтобы это были те самые концерты, которые погружают в то бытие, которое приводит к истинам. Спасибо. Игорь Сандлер, его гости на красных диванах от музыкальной салона. Мы продолжим с Арайком. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас продолжаем музыкальный салон с продюсерским центром Игоря Сандлера. Игорь Сандлер на красных диванах принимает гостей. Сегодня значимый гость, который вывел клуб Алексея Козлова и джаз на тот самый уровень, когда клуб был назван лучшим джаз-клубом в мире. И спасибо за то, что можно общаться и говорить с вами на эти темы. Как атмосферу вы там создали? Вы же вместе это делали? Как вы качнули это? Когда это началось, Игорь? Арайк. Ну, качнул Арайк больше. Мы у истоков стояли. Да, вот Арайк уже раскачивал ситуацию. Да, раскачал до такой степени, что вот стали best of the best. Но началось все, повторяю, в 2011 году. Это Олимпийский проспект. В здании этого бассейна, по-моему, рядом с Олимпийским. Спорт-комплекс Олимпийский, да. Спорт-комплекс Олимпийский. Ну, Арайк, давай сам сначала. Ну, сначала у нас была одна сцена, потом две, сейчас четыре. То есть в мире, наверное, нет ни одного джазового клуба, у которого есть четыре сцены. Минимум это четыре концерта в день, а бывает до одиннадцати концертов в день. Да. Но это днем там какие-то детские программы? Нет, и не детские. Дневные концерты, ночные концерты, по два концерта на каждой сцене. Сколько в месяц максимально было концерты? В месяц. В месяц было, да. Такого клуба в мире точно нет, да? Точно нет. Ну, то есть я выяснял, есть Линкольн-центр, где там может проходить три мероприятия одновременно иногда, но там, понятно, где-то мастер-класс, где-то еще что-то. Это именно концерты. Да. И насчет джаза, да, как Игорь сказал, это скорее музыкальный клуб, да, чем джазовый, то есть музыкальный, потому что вот эти границы, вы сейчас послушали Дмитрия Логдина, да, они размытые. Для многих джаз, особенно для взрослых людей, ассоциируется конкретно с мейнстримом, свингом, эпохой свинга, там, классикой жанра, Армстронг, Элла Фиджеральд и так далее. У нас звучит все. У нас звучит и музыка барокко, и волт-мюзик, и этника, и фольклор. И классика. И классика. Королеву недавно шикарные делали концерты. Да, барокко, как раз барокко с джазом, и, как Игорь сказал, прогрессив, и прогрессив джаз в том числе, да. Ну, цель клуба обозначилась, когда мы и решили назвать его клуб Алексеем Козлова. То есть Алексей Козлов – это личность такая многогранная с точки зрения, опять же, музыки. Он всегда старался делать не как все. Он уходил и в прогрессив рок, и в пост-рок, и в джаз-рок, и в фанки-фьюжн, и в брейк-данс. Он делал все, и все делал прекрасно. Вот мы и взяли как бы за основу, что главное – это, чтобы у нас звучало подлинное искусство. Постараться, во всяком случае, сделать так, что довольно сложно, и сложно во всем мире. Там вопрос финансов. Ты не можешь ставить некоммерческие коллективы, но наша цель была именно такая. И мне так как бы улыбнулась судьба, что я встретил партнеров, которые на новой, да, Дениса, да, прекраснейших партнеров, которые во всю эту идейную историю постарались вникнуть и понять. И эта история начала работать, несмотря на то, что мы ставили некоммерческие коллективы. То есть изначально вообще моя цель, я терпеть не могу слово «миссия», да, моя цель была создать площадку для таких музыкантов, как Дмитрий Лугдин, Аня Королёва, там, Антон Горбунов и так далее, да, для людей, которые… у которых не было дома своего, да, не было площадки, где они могли играть свою музыку. Пришлось проделать, конечно, много-много-много работы для того, чтобы эти музыканты начали собирать публику. Это очень сложный процесс. То есть на то и некоммерческая музыка. Вообще интересно вот эта грань. Как только музыка вот эту проходит, Рубикон из некоммерческой становится коммерческой, она перестаёт быть подлинным искусством во многом. Это редчайшие примеры, и те же примеры, опять же, Нью-Йорк 70-х годов, да, там, то, что происходило в Америке. То есть это, опять же, прошло. То есть серьёзное, серьёзное искусство не может собирать стадионы уже давным-давно. Это так. В том числе и даже классика. Сейчас то, что происходит в классике, это тоже показывает то, что такие музыканты, как Гленгульд, сейчас, в принципе, ну, они не могут быть коммерческими, как были коммерческими тогда. Сейчас китайцы, да, в огромном. В огромном. Ширпотребуйте. Ну, да, это, к сожалению, ужасно, да. То есть Ланг-Ланг, вот этот китайский пианист, ну, это невозможно слушать. Техника фантастическая, всё фантастическое, но это уже ушло в сторону коммерции абсолютно. Абсолютно музыка на продажу. И вот так тихонько, 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 плюс аккумулирование умной аудитории, которая нашла тоже свой дом. То есть мы одновременно сделали дом как для вот таких музыкантов, как Дима, так и для умной аудитории, да. Да, тихонько-тихонько всё это заработало. Потому что вот этой золотой середины, условно, я считаю, что её нету. Нельзя и туда, и туда, да. Ну, не может быть там ложка дёгтя, бочки мёда. Ты должен стараться фильтровать очень серьёзно для того, чтобы это было настоящее. Плюс мы проводили вот эти, начиная с открытия клуба, прямые трансляции, которые смотрело огромное количество народов, в том числе из Соединённых Штатов Америки. То есть у нас была аудитория по всему миру, они смотрели концерты. И всё это сыграло такую некую роль в становлении клуба и в неком его признании. Вот так. Это именно в Америке признание? Ой, как интересно. Не, ну вот... Слушали везде по миру даже, да? Да. То есть я уверен, что голосовали не только из России, когда было голосование за лучший клуб мира, да. Голосовали, я смотрел вообще и мейл-адреса, потому что не только я смотрел, смотрели и хозяева портала, да, для того, чтобы вычислить, не было ли ботов, да. Там было огромное количество адресов из разных стран мира, там, причём и Европа, и ближние зарубежья, и Америка. Ой, потрясающе. По каким параметрам всё-таки отбор был? Отбор не был по параметрам, это голосовали зарегистрированные на сайте All About Jazz пользователи. Именно пользователи. Именно пользователи этого сайта All About Jazz. Мы обязательно поговорим ещё о Делю Масте, который был тогда Америка и СССР. А сейчас, так как звучит Анна Королёва, можно пару слов об этой яркой, талантливейшей саксофонистке, да? Она же и композитор. Ну, она не просто саксофонистка, да, это мультиинструменталист, а она играет вообще на всём. Вот недавно у нас, кстати, был трибют Джимми Эндрикса, она села за барабан, и я... Как раз в день моего дня рождения, да? Да, да, и качнула не по-детски. То есть вообще вот Аня Королёва – это для меня вот бриллиант, да, это для меня вот абсолютнейший гений, для которого, можно сказать, это самый главный стимул вот держать клуб, не ломаться, не опускать руки и так далее. Вот была история, когда она за год сделала семь разных программ в клубе, семь абсолютно разных программ, абсолютно полноценных композиторских программ. Где-то она играла на рояле, где-то она пела, где-то она на саксофоне играла. В общем, это потрясающий музыкант. Я очень советую послушать все её альбомы. Они все сумасшедшие, то есть невозможно создать Ани какой-то, в общем... Один образ. Один образ, да. Она до такой степени многообразная. Вот недавно я поставил своей знакомой композицию Ани Королёвой «Гуляньо» с альбома Ocean Inside. А композиция начинается с пения русских бабушек, записанных в начале XX века какими-то исследователями. И потом Ани вступает на рояле, и всё это перетекает сначала в джаз, потом в прогрессив рок, потом перетекает в классику Чайковского, Баха и так далее. То есть это какое-то гигантское произведение, в котором много-много слоёв. И вместе с тем это действительно настоящее подлинное искусство и настоящий русский джаз. Вот можно сказать, да, настоящий российский джаз, потому что всё это сформировано. Я думаю, вы у Димы тоже услышали. Да, для меня в Диме есть всё, да, в нём есть и русская классическая школа, есть и знания зарубежного джаза, и он давлеет к скандинавскому вот этому джазу фортепианному. Но вместе с тем я в нём слышу, я вот в шутку сказал Раймонд Паулс, но я слышу в нём и музыку из советских фильмов, и Арно Бабаджаняна, да, классические его произведения, и в том числе Раймонда Паулса. То есть это человек, который абсолютно постсоветский, да, то есть это человек, который... Питал ту культуру всегда. Ну, да, плюс слышно, что это человек, который читал Достоевского, это всегда слышно в музыке. То есть вот такие вещи, да, действительно слышны. Понимание глубина. Ну, про Аню Королёву, кстати, Аню Королёва, она резидент нашего фестиваля, она три года у меня и на Вудстуке выступала, и на Сандлерфесте в том году, и в этом году будет. Она мастер-классы даёт Аню Королёву, я более 20 лет знаю, ещё когда в клубе Форта она играла, так же, как и Алексей Семёнович. Я тогда пришёл, я обалдел, я её назвал сразу русской Дженнис Джоплин, и она потом была на моём шоу несколько раз, тоже была под впечатлением. В общем, мы с ней очень близко дружим уже, вот с самого начала нулевых. И действительно, она человек, который прогрессирует с каждым годом, она настолько растёт и настолько проявляет себя как мультиинструменталист практически во всех жанрах. Недавно я был на её концерте, когда она барокко-классику играла. Это действительно уникально, она всё время в поиске, всё время, она никогда не останавливается на чём-то, она всегда удивляет. И вот правильно Рай говорит, в один год семь проектов сделать, это же каким надо обладать чувством понимания музыки и громадным спектром знаний о музыке, потому что просто так это не... И любить, и любить. И она ещё уже абсолютно свободна, да, вот эти все проявления, потому что... А зажатый человек это не может сделать. Конечно. Полная свобода внутри и внешне. И спасибо огромное за идеальные условия для таких творческих людей, творческих выплесков в том самом клубе, о котором мы говорим. Это глупальцы Козлова. Стараемся, стараемся. Да. Обратите внимание на её альбом «Антигравитация», на джазисте вышел он, и там тоже много интересного. А то, как она поёт, это, наверное, отдельная ещё история. У меня тут своеобразная пари. Мы когда после рекламы выходим, мне всегда так интересно, успевают ли виртуозно возвращаться на свои места, на красные диваны, наш Игорь Сандлер и гости. Ну, все на серии раз успели. Райка Копиан, человек, который творит всё то, чтобы джаз продолжал быть и быть наверху, и притягивать туда, к себе, и чтобы всё то, что было, стремилось действительно туда, вверх и к свету. Тем более, что сейчас это май, тем более, что сейчас это время восприятия, творчества, любви, особенно музыки. Ну, любовь, она отдельно и всё-таки такой стороной идёт. А вот интересно, как музыка сложилась в судьбе Райка. Это вот то, что сейчас происходит, то, что сейчас творит. Это каким же образом вот настолько большой души и сердце человека сформировался, чтобы спокойно своё творчество отодвинуть и заниматься тем, чтобы идеальные условия были для таких глыб, таких музыкантов, как, ну, не побоюсь сказать, Антон Горбунов. Передаю через вас привет и все те, которых мы сегодня тоже услышим, или Дмитрий, который здесь был, да, и Лугдин. Как сложилась эта дорога? Ну, на самом деле, в детстве я был далёк от музыки, хотя папа у меня музыкант, тоже гитарист, играл в группе, и дома звучала разная музыка, и джаз, и сол, и фанк, чего только не было. Ну, а я весь был в науке, я хотел стать учёным, биологом. Жалеешь, что не стал? Нет, ни капельки. Вообще, да? Вообще, нет, ну, я поступил на биологический факультет университета, проучился до пятого курса и бросил. Ну, первая любовь, первая любовь и тут же музыка. Поэтому любовь напрямую, мне кажется, связана с музыкой. Да, сначала... Куть к сердцу лежит через музыку, да? Ну, сначала вот это всё, то есть нахлынуло «Битлз», «Рок», «Джет Роталл». Какие годы? Это мне было 15 лет, но это 96-95 год, вот приблизительно так, да. До этого я был далёк, но потом оказалось, что я всё это слышал, что папа слушает. То есть это во мне... Всё по спирали, да? Да, всё во мне это как бы... Залегло. Залегло, да. Потом я приехал в Москву, в Москве у меня уже была своя группа, но в Москве мне удалось в страшные 90-е поработать в палатке на Арбате, продавая компакт-диски. И вот там я переслушал огромное количество музыки, в том числе и джаза, и классической музыки, и рока. Стал вникать. И потом тихонько-тихонько я стал знакомиться с музыкантами, слушать, кто что делает. На самом деле всё было довольно-таки грустно в 90-х годах, пока не услышал вот таких людей, как Дима и Лугдин. Понятно, был Арсенал, но Арсенал – это уже классика. То есть молодых музыкантов вроде бы не было. А не было их именно по причине, что негде было выступать. Их невозможно было где-то увидеть. Классифицировать. Классифицировать, да. В 2006 году я сделал фестиваль бас-дэй, первый в России фестиваль бас-гитаристов. Он, можно сказать, такой точкой стал, который сдвинул вообще музыку именно инструменталистов в России. Потому что до этого ничего такого не происходило глобально. И там я перезнакомился с большинством инструменталистов. Там же не только басисты, они все выступали со своими коллективами. И тогда приблизительно я уже понял, что сейчас заброшу музыку сам. И буду делать что-то, чтобы это двигать. Ну, в общем, вот так. А ты на бас-гитаре играл? Нет, я на гитаре играл. Почему бас-гитаре играл? Из Антона Горбунова. А, это он виноват. Да, я до этого ставил ему какие-то концерты. Он ныл, что мало людей приходит, что вот там за рубежом проводятся бас-дэй, что бас-гитара как инструмент, важный инструмент. Я вообще арт-директором работал с 98-го года, то есть уже 25 лет приблизительно. А где начинал арт-директор? Начинал в ночном клубе «Папа Джонс», где, опять же, ставил много группы и с многими музыкантами познакомился там. Они, конечно, играли не совсем джаз, но джаз-рок там звучал, фанк там звучал, сол там звучал. В общем, вот так. И тихонько, тихонько, ну, я шел к этой некой цели все-таки создать что-то, создать дом. Мы строили и строили, и, наконец, построили. И вот встретились такие люди, как Игорь, как Сергей, которые действительно были и единомышленниками, и соратниками во многом. И, опять же, нас связывала любовь, в первую очередь. Любовь, потому что вот я смотрю, как Игорь любит музыкантов, да, ну, вот именно любовь к музыкантам в том числе, отношение к музыкантам, как не к обслуживающему персоналу, да, а действительно только, наверное, изнутри можно почувствовать. Во-первых, вот эти творческие личности, они же все находятся, вот как правильно сказали, в поисках смысла, в поисках. И это действительно люди, которые положили свою жизнь вот в таком поиске, потому что сейчас такое время, что только это может спасти мир. Как бы это пафосно ни звучало, но и так. Да, только в себе найти, да. Ну, и подлинное искусство является некой прививкой, мне кажется, прививкой против многих вещей, да, потому что, ну, я вот смотрю сейчас на эту эпоху хипстеров, у которых можно вот так открыть легко черепушку и туда влить все, что угодно, абсолютно. То есть это люди, у которых не сформированы вкусы, они всеядны и так далее. Но это опять вопрос и образования, и ситуации в мире. Но это пена все. Это пена, конечно. Поэтому вот такие маячки, как музыканты, являются, конечно, нашим всем. Конечно, вы знаете, можно быть всеядным, но если внутри есть вот та база, и та глубина, и та основа, это может воспитываться в среде общения, в среде взросления. Но если музыка рядом, вот та, которую мы сегодня слушали, и если вдруг это действительно в какой-то момент воспринимается даже невосприимчивыми людьми, если есть неподготовленные люди к такого рода музыке, которых вдруг зацепило, это уже огромный шаг. А попав вот именно в атмосферу, в атмосферу клуба, да, вот давайте про атмосферу клуба говорить, попав на концерт, даже случайно, вот Дмитрия, да, попав на Сандлерфест, в конце концов. То есть вот это соприкосновение с огромным и значимым, и когда вот эта система ценностей вдруг меняется, потому что душа все равно идет туда, о чем мы сейчас с вами говорим. То есть мы ловцы человеков, это абсолютно так и есть. То есть это очень важно просто, я к чему? Что зачастую ты можешь за всю жизнь не услышать подлинного искусства до такой степени, много профанаций, много подделок и так далее. Поэтому абсолютно верно, мы вот так и ловим. У нас аудитория растет, причем растет не за счет каких-то там специфических любителей джаза или меламинов, да, растет за счет обычных людей, которые действительно приходят на концерт Димы и Лукдин и уходят с чем-то обогащенные, и у них что-то внутри уже палилось и растет. Вот так, Юль. Хорошо, а сколько резидентов клуба, ну так, примерно, хотя бы я понимаю, там не точно. Ну, таких ярких, таких ярких, как Дима и Лукдин, как Аня Королева, как Горбунов, но порядка там 15 человек всего. У резидентов больше. Это просто такие плотненькие, хорошие. Якорные такие, да. Да, хорошие джазовые коллективы, хорошие инструменталисты и так далее, но вот таких личностей, да, таких, ну, громад все-таки немного. Но я считаю, что этого тоже, да, предостаточно. Ну, конечно, 15 тоже нормально. А группы какие-то есть такие якорные? Да, есть. Это Маримба плюс, вот Лева Слепнер, да, потрясающий. О, да. На эфире у нас недели 13. Вот Лева сейчас выпускает потрясающий альбом на лейбле джазист как раз выйдет. У меня будет на фестивале классику играть. Ну, вот прекрасно. Слушайте, ну, какие потрясающие переплетения, какие у всех у них истории. Лев вообще рассказал, что он начал писать музыку просто потому, что для Маримбы нот не было в институте, где он учился, в академии. Да, 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 так и есть. Ага, и он просто решил, что он просто будет создавать эти вещи сам, и потом это все тиражировалось, копировалось, игралось его однокурсниками. Какие же пути должны пройти эти великие музыканты? А как много разбивается о быт? А какие-то нужды, особенно сейчас, в это время? Конечно, сложно. Им сложно и сейчас всем. Безумно сложно. Но вместе с тем же они не опускают руки уже сколько лет. Продолжают творить, продолжают выпускать альбомы. Вот Дима был период, когда играл у различных звезд, да, он просто все это бросил для того, чтобы заняться действительно своим творчеством, которое в тот период не приносило никакого дохода. Я в последнее время много там вспоминаю, я как-то вышел на некий манифест подлинного искусства, где сказано, что подлинное искусство бесполезно. Оно не может приносить никакой пользы, типа денег или славы. То есть оно не для этого, оно не преследует эту цель абсолютно. Оно просто, человек не может этим не заниматься. Это поцелованность духом святым, можно так назвать, когда уже, ну, как в пророке стихотворение, да, хочешь, не хочешь, ты пророк теперь. Про-рок. Про-рок. Про-джаз там. Да, про-джаз. Смотри, ну тут, на самом деле, абсолютно правильно ты говоришь, поцелованный, но, как говорят, если можешь не писать, не пиши, да, не писать. Да, да, да. То есть, когда ты можешь не играть или не петь, лучше не играй, а когда ты не можешь без этого жить, то ты этим живешь. Так же, как Станиславский же сказал, что кто вдохнул пыль сцены, тот задохнулся навсегда. Но это именно в смысле творчества, именно в смысле понимания, зачем ты выходишь на сцену, не за баблом, там, не за славой, а именно потому, что ты без этого жить не можешь, и ты чувствуешь, что это твоя, вот, твои нелюбимые слова миссии или твоя судьба, именно выходить на сцену и играть, и дарить людям то искусство, которое тебе Бог дал, и все, по-другому это не объяснишь. Поэтому, безусловно, архиважны именно, ну, любые великие композиторы, почти все, они сначала это делают, потому что они без этого жить не могут, а потом уже им заказывают, они на заказ пишут, там, и Моцарт, и Бетховен, и другие композиторы, и Чайковский. Потом это уже коммерциализируется, но изначально, безусловно, это идет от души, от сердца, и от Всевышнего. Это понятные вещи. Я, во-первых, хотела привлечь внимание радиослушателей, которые впервые познакомились с Арайком Акопяном, и впервые слышат его. Есть экскурсия по клубу Алексея Козлова, можно также зайти туда, и там очень содержательный разговор Арайка и Дениса Бабкова. Посмотрите, пожалуйста, это от 23-го года, буквально, да, вот... Да, недавно мы сняли, да, просто небольшую экскурсию, да. Посмотрите. Ну, и документальный фильм джазист. Я посмотрел ее тоже, да. Да, документальный фильм «Джазист». Вот давайте вот сейчас на этом остановимся, да, вот, и на телемосту. Да. Если уж мы с вами на радиомосту сейчас, то нельзя не коснуться телемоста. Ну, вот про фильм «Джазист» расскажу. Близился юбилей Алексея Семеновича, 85 лет, в 2020 году ему исполнилось. Я подумал, что надо бы снять фильм, причем не только я подумал, подумал мой товарищ юности, чуть ли не детство, режиссер Андрей Айропетов, который учился в Афгике, который его прекрасно знает, да. Со мной работал. Да. И он говорит, может, снимем фильм про Козлова, но мы решили снять. Андрей, по-моему, снял прекраснейший фильм, хоть было очень сложно, мы попали в пандемию, многие не хотели встречаться в это время, но, по-моему, фильм вышел прекрасный, и все, кто смотрят, ну, просто для них открывается новый мир. И, опять же, вот этот телемост, как Стив Возняк позвонил Козлову, это 85-й или 86-й год был, то есть это еще какие телемосты, какой интернет-то, про это никто ничего не знал. Абсолютно позвонил и сказал, что мы хотим, чтобы вы выступили на телемост, типа, Советский Союз, Америка. На что Козлов согласился, но, кстати, этот телемост... Да, но этот телемост смотрели только в Америке, в Советском Союзе его не показали, но это было действительно уникальное явление. И вообще в те годы казалось, что вот впереди светлое будущее, вот-вот оно наступит. Ну, кстати, оно и наступило, но позже. Наступило на что? На что-то наступило. Да, на что-то наступило. Да. Ну, в общем, ну, вы посмотрели кадры с этого телемоста, это, конечно, потрясающе. Я всем советую посмотреть фильм «Джазист», его можно найти много где там. в основном мы в ВК его выложили, но просто я думаю, что... Можно зайти на jazzistfilm.ru.ru? Да, можно на jazzistfilm.ru.ru. Да, там есть ссылочка, да, можно посмотреть. Я думаю, что для всех, всем будет интересно, действительно, всем. Ну, Андрей очень талантливый режиссер, и он такие тонкие вещи, он подмечает. Ну, он любит это с детства, мы как бы с детства, мы с ним познакомились, знаешь, как мы ехали в автобусе, у меня был значок Роллинг Стоунс, а у него Битлз. Да, мы так долго друг на друга... Веневый, да? Нет, значок. А, значок. Значки. И мы долго друг на друга смотрели. Кто же главный, Роллинг и Битлз, за это вечный сбор, кстати, да. Ну, в общем, потом мы подошли, познакомились, да. Ну, и кто победил, Битлз или Роллинг Стоунс, или Дружба победила, да? Нет, ну, с точки зрения Битлз победили, с точки зрения явления, тоже Битлз. Понятно. Это сколько лет-то вам было? Нам было, наверное, 16-17 лет. Ну, 90-е, да? Да. Ну, не 90-е, 80-е, конец 80-е. Конец 80-е, да. Да. Супер. Да, это действительно. Давай про западных все-таки поговорим. Мне очень интересно, потому что в клуб приезжают реально, ну, мировые легенды, и действительно, это уникально, что такие, где ты их находишь, как договариваешься, там и Скотт Хендерсон, и Стив Гатт, и там музыканты Джами Ро Квай, и Паказери Линли Марти, там, ну, их перечисляли сейчас для утра. Да, 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 много музыкантов побывало у нас, и, кстати, да, я вот хотел сказать, когда мы так сильно опережали всех на All About Jazz, меня попросил как раз директор сайта, говорит, мы все понимаем, но это нонсенс. Там клуб из России опережает Ронни Скотта, опережает блюнот, да, блюнот и все такое, говорит, ты мог бы сказать, какие зарубежные музыканты у вас играли, и чтобы они оставили отзыв? Скотт Хендерсон сказал, это лучший клуб Бера, сразу, сразу. Ну, вот из последнего, что я хочу рассказать, у нас был Фрэнк Маккомб, знаете, наверное, это соу-певец потрясающий, который работал с Принцем, ну, я его считаю, ну, практически уровнем Стива Вандера, да, мы его привезли на два концерта в клуб, а у него был тур на 27 концертов, и привоз был 15 марта 2020 года, у него отменилось 22 концерта, и осталось два концерта только в клубе, а он еще был в Лос-Анджелесе. И он, да, и он, несмотря на отмену 22 концертов, приехал и играл с нашими музыкантами, с ним как раз Аня Королева играла, после этого он сказал, все, в европейский тур я беру только этих ребят, да, но, к сожалению, он надеялся вернуться в октябре 2020, в 2021, в 2022, и мы недавно с ним переписывались, он говорит, у меня надежда никогда не умрет, я приеду, мне безумно понравилась публика, безумно понравились музыканты. Ну, как я понимаю, есть причины не только связанные с визами, есть причины иного свойства, поэтому у нас пока пауза с привозами, а так, конечно, у нас были, мы с многими передружились прямо безумно, Джефф Берлин вообще был там раз пять, Деннис Чемберс, Скотт Хендерсон тоже очень-очень много разных, по-разному, то есть у меня есть агент, прекрасный мой друг, Джефф Эдельман, Джефф Эдельман, через которого, да, ну, процентов 60-70 зарубежных артистов мы привозили, причем, как бы, мы с ним не просто так сотрудничаем, у него пулы артистов, я говорю, а может быть, ты займешься еще этими артистами, а давай копнем вот там, в Америке, в Техасе, да, в Техасе поищем немножко интересных певцов в стиле соу. Там же в любой паб зайди, там поют просто от бога люди. Да, ну, там очень хороших музыкантов мы привозили, да, ну, в том числе и из Европы много кто, и из Африки приезжали, то есть, к сожалению, сейчас пока что это все прервалось, но я надеюсь, ненадолго. Раек, так интересно, вы душой, информацией, всяческими вообще полями музыкальными, общениями полями принадлежите этой стороне океана, и вы говорите, что у вас ассоциации только вот исключительно как с историческими, да, событиями, связанные с Нью-Йорком и музыкальными событиями, уже совершенно точно нужно здесь быть и чувствовать, нужно что-то такое творить, Игорь, это на тебе ответственность, я тебе желаю, чтобы у тебя все получилось, чтобы у вас вместе что-то еще сложилось, такое же значимое, как... Хотя нет, я думаю, что эту значимость сложно повторить клуба Алексея Козлова. Там от каких-то деталей, внимание к деталям, я, конечно же, посмотрела эту экскурсию по клубу, просто прониклась всем тем, что там происходит. Спасибо вам за такое погружение. И действительно, как, знаете, говорят, у Бога нет мелочей, да? Вот у вас там нет мелочей, вы создали тот мир, который как раз только и может держать открытыми объятиями эту музыку без границ, без потолка и без рамок. Спасибо вам большое. Спасибо, Игорь, спасибо за такие слова. Сейчас Николай Сидоренко будет в эфире, можно предварить буквально парой слов, и мы до рекламы еще успеем это послушать. А сейчас на грамоте звучит «Море там» как раз Дмитрия. Да, Димаил был, где надо, да. Николай Сидоренко – это отдельная история, это потрясающий музыкант, кстати, ученик Брилет тоже, да. Он получил гран-при в Монтрео, на конкурсе «Монтрео» среди пианистов. Для меня вот, честно говоря, вот эта фортепианная музыка, я очень люблю пианистов, безумно просто. Да, и вот Коля Сидоренко стоит немножко вот в стороне от всех, хотя, наверное, каждый стоит в стороне от всех, потому что они все как будто самоцветы, да, каждый. Да, яркие в безуме. Да, яркие, да. Ну, вот тоже с Колей дружим много-много лет. У него была потрясающая фюжн-группа, фюжн или, наверное, нюфанк-группа, назвалась «Паромщик Люда». Ну, всем советую найти этот альбом, послушать. Сейчас уже идем. А паромщицу найти можно, нет? Ну, причем я все спрашивали, почему «Паромщик Люда». Он говорит, в детстве я слышал песню Аллы Пугачевой, и там вот эта фраза «Паромщик Людям». А, «Людям». Да, я слышал «Паромщик Люда». Да, он так и назвал группу, там потрясающий музыка. Николай Сидоренко, давайте мы сейчас как раз услышим то, что творит этот человек, тоже резидент клуба Алексея Козлова. Это Арайка Копян. Погружайтесь с нами, это красиво. Арайка Копян. Арайка Копян. Арайка Копян. Арайка Копян. Николай Сидоренко, ну а мы привлекаем внимание к его проекту «Парумщик Люда». Это хорошо. Мы продолжим. У нас сейчас несколько минут. Ну, так или иначе, я передаю огромный привет и Дмитрию, и Лугдину, который здесь блеснул своим невероятным проектом и потрясающим живым звуком. Большой привет и Феме Пашковецкому, пусть все будет хорошо. И огромные приветы всем тем, кто также творит музыкальный салон, и Александру Борисову, и Мартин Госманов, и Ирина Госманова, и Катюша Субботина, и автору идеи, Сергею Ловце, также огромный-огромный привет. Я думаю, что мы все-таки сможем продолжить. Игорь? Ну, а сейчас мы с Арайком как раз, когда была у нас музыкальная пауза, мы вспомнили историю открытия уже реинкарнации, вернее, нового клуба, который уже на совершенно другую планку и высоту взял. Первый клуб наш был, как говорится, Проба-Пера, это с 2011 по 2018 год. Ага, клуб Козлова был другой. Да, клуб Козлова на Олимпийском, и потом у нас там ситуация, все, что не делается, все к лучшему, это безусловно, мы это понимаем. Олимпийский снесли. Да, снесли Олимпийский, и в итоге Арайк тоже и ко мне приезжал, и мы судорожно искали новые площадки, и вот Бог послал нам Дэна, и Арайк вот как раз резко там делали ремонт, и, в общем-то, оно затягивалось, затягивалось, и потом, я помню, у Беркута нашего легендарного вокалиста группы Ария и Автограф было 50 лет, и мы у него гуляли в гостинице на Ленинских горах, как она называется, Орленок, по-моему, и в этот же день Арайк потом уже мне рассказывал, как он продавил это, приехал Скотт Хендерсон, и 31 мая было открытие нового клуба, собственно, с этого дня все и началось. Арайк, твои ощущения в тот день, и, ну, волновался, понятно, и как это ты все-таки продавил эту ситуацию, что строительство должно было в июле закончиться, а 31 мая Скотт Хендерсон уже выступал. Да, очень тяжелое помещение было, а я хотел побыстрее... Тяжелоакустические или вообще тяжелые? Нет, вообще тяжелые, то есть шел капитальный ремонт помещения, а ребята там с нуля все перегородки, все-все-все делали, и, в общем, мне хотелось поскорее, потому что уже приближалось, там уже прошло 5 месяцев, как мы закрылись, и мне не хотелось тянуть, и ребята говорили, откроемся в феврале. Ой, нет, не успеем. В марте. Ой, нет, не успеем. Я говорю, в мае точно откроемся? Точно откроемся. И мы забили концерт Скотта Хендерсона на 31 мая. Причем программу я уже и на апрель поставил, и на май поставил. Ну, и тут ребята говорят, слушай, в мае тоже не откроемся, и в июне, и, скорее всего, тоже. Я говорю, вариантов нет. Всю программу я сниму, но 31 мая мы должны открыться. Приезжает Скотт Хендерсон. Ходишь, не хочешь. Ходишь, не ходишь. Что, ходишь, делай. И ребята сделали так, что мы открылись, кстати, в тот же день. То есть мы даже не успели делать пробный запуск. Ничего. Мы открылись просто на концерте суперзвезды. Был полный аншлаг. В этот же день начался небольшой пожар до кухни, когда Скотт Хендерсон запросил стейк. В общем. Неудачно пожарили, да? Да, нет, ну просто пока еще не отработано. И отработано. Не отработано. Кухня еще не работала. Ничего. Просто мы впритык открылись к его приезду. Ну, стейк получил свой. Получил. Свой, да. Да, получил. Поджаренный. Пережаренный стейк. Пережаренный. Да, нет, все было отлично. Был отличный концерт. И Скотт его отлично. Очень понравилось. Он сразу сказал какие-то там замечания, которые мы тут же подправили в клубе. И вообще мы до сих пор стараемся максимально вообще по акустике, по звуку, по свету, по бэклайну. Я думаю, без ложной скромности скажу, что в клубе, наверное, есть все абсолютно. Там Хамандарган, там Роцпяна, как и у тебя, ну, не такой музей, конечно. Но у нас есть для музыкантов все там. Ну, рабочие основные, как говорится, классическая музыка и инструменты все есть. Да, да. Главное, рояль есть. Конечно. У нас буквально минута, и я опять хочу привлечь внимание к фильму, документальному фильму «Джазист» и, конечно же, к экскурсии по клубу Алексея Козлова. Там можно, опять же, услышать и встретиться с Арайком Акопяном. Это Арайка Акопян, гость на красном диване. Это Игорь Сандлер. Спасибо большое. Я Юлия Евгеньевши, это музыкальный салон, автор идей в «Свершиловте». Спасибо большое, Игорь. Спасибо, Арайк. Вам спасибо. Настолько действительно не хотела бы, чтобы это время заканчивалось. И Антон Давидянс, можно пару слов об этом, потому что сейчас это как раз будет звучать в эфире. Антон Давидянс, это вообще, наверное, один из самых мощных инструменталистов России. Опять же, вот бас-гитарист. У меня как-то вот так сложилось, что вообще с бас-гитарой очень много связано, хоть я не басист. Это фестиваль бас-дэй. Антона я знаю с 19 лет. Тогда он уже был монстром абсолютного инструмента. И вот Антон выпустил свой первый сольный альбом. Это все это близко к классической музыке. Это джазовое трио плюс камерный оркестр. Музыка удивительно красивая. Ее написал и аранжировал Вартан Овсепиан. Он живет в Лос-Анджелесе. Можно сказать, уже американский музыкант. Мой соотечественник. Один из моих любимых, опять же, пианистов, композиторов. На данный момент тоже знаете своих, слушайте. Я думаю, те, кто в Лос-Анджелесе знают Вартана, он выступал со многими звездами. И он, конечно, прекрасный музыкант. Но он написал именно под Антона. Вот этот альбом «Аваланж» записан прямо под Антона. Бас-гитара с оркестром и с джазовым трио. Фантастика. Спасибо, Антон Дведянц. Запомните эти имена. И Дмитрий Лукдзин, если вы не слышали, уважаемые радиослушатели. Ну и паромщик Люда. Да. Это Николай Сидоренко. Мы тоже не можем забыть. Огромное спасибо, Арайк. Огромное спасибо за гости, Игорь. Спасибо за эту беседу. Это действительно беседа. И очень хочется, чтобы она продолжилась. Обещайте к нам прийти еще раз вскоре. Непременно. С днем рождения, Юля, еще раз. Спасибо огромное. Спасибо, Арайк. Очень приятно и сильно. Сегодня совсем все трогает вообще. Спасибо. До встречи. И мы остаемся здесь с Дведянцем, чтобы услышать Антона Дведянца. Да, Юля, с днем рождения еще раз. И всем нашим радиотелеслушателям. Всех благ. И слушайте хорошую музыку. Все будет хорошо. Спасибо. Счастливо вам. Обнимаю вас. Всего доброго. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok